Всем здравствуйте! Это Антикризис, программа Тимофея Мартынова, то есть меня, в которой мы обсуждаем различные положительные моменты и аспекты в российской экономике и ищем какие-то рецепты того, как сделать нашу с вами жизнь в этой стране лучше, краше и более счастливой. Я напомню, что самым главным стимулом для меня являются и самым главным наградой, единственной наградой является обратная связь от вас. В прошлом видео, в прошлой передаче набралось 113 лайков, 0, кстати говоря, дислайков и даже я видел живой интерес в комментариях, люди действительно благодарят, задают какие-то вопросы и честно вам скажу, что для меня это очень ценно. То есть я читаю все комментарии, обязательно постараюсь ответить на большинство ваших вопросов, за исключением тех, которые я просто не имею, скажем так, компетенции на них ответить. И, конечно же, я вам очень благодарен за обратную связь и надеюсь, что вы и дальше будете ставить лайки и комментировать видео, задавать вопросы и даже делиться материалами, какими-то интересными материалами, которые, как вам кажется, достойны того, чтобы мы затронули их в этой передаче. Я напомню, что комментировать можно на YouTube прямо в комментариях, ну и, кстати говоря, вот тоже ваш совет, ваша рекомендация в комментариях, в описании к этому видео я буду давать ссылки на все материалы, которые я использовал при подготовке к этой программе. Теперь давайте коротко о чем сегодня пойдет речь. Во-первых, я отвечу на ваши вопросы и комментарии, расскажу о том, как на меня подали в суд, расскажу о том, как президент Владимир Путин провел первое за два года заседание Президиума экономического совета. Расскажу некоторыми соображениями, поделюсь некоторыми соображениями из книги, которую написали, они так называемые либеральные экономисты, Россия после кризиса. Я вот как раз прочел первую главу, которую написал опальный экономист Сергей Гуриев, ну я его лично, скажем так, у меня отношение к нему неоднозначное, но здравые идеи там беспотно присутствуют, мы о них поговорим. Еще одна тема недели, это Дмитрий Анатольевич сильно накосячил перед камерами, стал, как всегда, звездой интернета, мемами заполнился весь интернет на тему его последнего тезиса. Поговорим чуть-чуть про московскую недвижимость и буквально два слова про банковскую систему в свете, так сказать, последних событий, которые происходили на прошедшей неделе. И прежде чем мы приступим к основной части нашей программы, я хотел бы вам задать такой вопрос, может быть кто-то из вас потрудится ответить на него там в комментариях, либо на Smart Lab, либо прямо на YouTube, те, кто будет смотреть видео прямо непосредственно в интернете. Вопрос следующий. Как вы думаете, есть ли какие-то простые решения в политике президента нашей страны, которые могли бы существенно улучшить и укрепить нашу страну без каких-либо издержек? То есть вот как вам кажется? Потому что обычно люди с какой-то детской непосредственностью предлагают какие-то решения, но всегда получается так, что невозможно что-то просто взять и сделать, чтобы стало всем хорошо. Обязательно есть какие-то обратные последствия, обязательно есть цена у каждого какого-то предпринятого действия, какие-то издержки. Вот, соответственно, я задаю вам вопрос. Что вы думаете, можно было бы сделать, чтобы стало лучше и ничего никому за это не было бы? Ну, либо только плохим людям стало хуже, скажем так. Окей, давайте теперь, ну, коротко расскажу о том, как на меня подали в суд. Это удивительная, конечно, история. Одна компания подала на меня в суд, причем не абы какой, а арбитражный суд, который осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и экономической деятельности. Собственно, что мне известно в настоящий момент? Сумма иска составляет 1 миллион рублей. Истца я знаю. Это, соответственно, компания, с которой, так сказать, каким-то косвенным образом... Вообще, на самом деле, я даже никогда не пересекался с этой компанией. И о ее существовании знаю только потому, что она, вроде как, присутствовала на том ресурсе, который я основал, и, собственно, которым я владею. И совершенно я не понимаю, каким боком могло образоваться ко мне какое-то требование. Никаких досудебных претензий ко мне никто не отправлял. По существу иска со мной никто не связывался. То есть, и более того, курьезно то, что я об этом иске узнал на SmartLive, причем не от истца, а от людей, которые просматривают картотеку арбитражных дел регулярных. И там они обнаружили, что вдруг появилось дело, заведенное вот этой компанией против меня. Ну, кейс, на самом деле, интересный. Я пока не знаю совершенно, в чем он заключается, потому что я не видел исковое заявление. И вообще, сам кейс интересен тем, что мы... Ну, я буду с вами делиться информацией по ходу, так сказать, развития событий. И мы с вами узнаем, можно ли в нашей стране просто на пустом месте создать иск в 1 миллион рублей и просто заработать на халяву вот такую кучу денег, используя, может быть, какие-то недостатки правосудебной системы нашей страны. Ну, посмотрим. Во всяком случае, интересное дело, будем наблюдать за ним, я буду вас с этим ознакомить. И, кстати говоря, если я вот... Я, кстати, даже не знаю, вот кто на меня застоил обиду персонально, да, то есть я там примерно представляю, какие персонажи присутствуют в этой компании. Ну, вот, господа сутяжники, может быть, вы хотя бы мне скинуете, что ли, материалы к делу, если вы смотрите вот это видео, может быть, по электронной почте хотя бы вы соизволите мне суть претензий высказать и, может быть, даже исковым заявлением поделитесь, потому что до сих пор я его не получу, не ем. Вот. Соответственно, давайте теперь уже по существу. Я не хочу у них зрителей грузить вот такой мелочевкой, тем более без каких-либо деталей. Смотрите, отвечаю на несколько вопросов, которые были заданы к предыдущей программе. Во-первых, меня просили затронуть следующую тему. Возможно ли начать какой-то бизнес, не уходя со основной работы через призму того, как я уходил с РБК? Действительно, я когда начинал свой маленький бизнесочек, я начинал его еще будучи телеведущим на РБК, но были, конечно, обстоятельства. Они заключались в том, что у меня появился свободный график неделю через неделю, у меня появилось время, чтобы заниматься развитием какой-то своей творческой инициативы. Я, кстати говоря, совершенно не планировал и не хотел заниматься никаким бизнесом. Поэтому все, что мне хотелось, это просто создать для себя более комфортные условия для работы. Из этого впоследствии родился какой-то бизнес. Но тот человек, который спрашивает, я так понимаю, что он хочет увеличить свои доходы и пока не видит никакого средства, чтобы это сделать. То есть он, с одной стороны, хочет либо поменять работу на более высокооплачиваемую, либо заняться бизнесом и уйти с работы. На самом деле это совсем непросто. Действительно, почему? Потому что, во-первых, если у вас есть семья, то вы связаны временем. То есть вы не можете уделять бизнесу 100% своего времени. Уделять бизнесу время после работы так тоже не получится, потому что в какой-то момент полностью придется метнуться в эту сторону. Да и в целом, надо понимать, что 90% всех бизнесов, они, естественно, не выживают. Это так же, наверное, сложно, как и трейдинг. Построить прибыльный бизнес очень и очень сложно. Нужна полная самоотдача. Ну, в общем, я скажу, что и, наверное, не факт, что каждый человек, который работает, который хочет увеличить свои доходы, может, в принципе, заниматься каким-то бизнесом. Ну, во-первых, кстати, я бы хотел еще сказать, что бизнес – это всегда война. То есть это всегда сражение, сражение за ресурсы, сражение с конкурентами. Например, даже, посмотрите, я, казалось бы, занимаюсь благородным таким творческим бизнесом, и все равно нашлись какие-то чудики, которые решили подать на меня в суд. Ну, правда, это мелочи, конечно, но все равно вы должны понимать в любом случае, что такие истории бывают, и бизнес – это нервно, и вам надо постоянно находиться в тонусе, в напряжении, и как минимум все время бежать быстрее, чтобы оставаться на месте, потому что в противном случае вас сожгут конкуренты. Но я думаю, в любом случае, любой успешный бизнесмен вам скажет именно так. С другой стороны, например, я вот читал одну книгу новоамериканского психолога на этой неделе, и там есть такая интересная фраза. Если вы работаете 8 часов в неделю и 8 часов спите, то у вас еще как минимум остается 70 часов в неделю свободного времени, а это 3640 часов в год. Ну, понятное дело, что если у вас есть семья, то этого времени становится намного меньше, но в любом случае вы это время можете потратить на развитие своих компетенций, на развитие каких-то навыков, соответственно, которые в будущем будут как-то капитализированы. Еще один вопрос. Попросили меня затронуть тему высшего и среднего образования, наиболее перспективные направления на ближайшие годы. На самом деле, неверно стоит вопрос, почему. Ну, понятно, что сейчас, допустим, все прет высокотехнологичное, там, я не знаю, и программирование. И, ну, вообще вот даже, наверное, мне кажется, интересная тема – это project management в программировании, потому что программистов-то можно найти хороших, да, вот менеджеров проектов, как показывает практика, которые вот могли бы управлять программистами и собрать весь, организовать их труд в единую задачу, в единую работающую машину. Вот это сложная тема, но это надо обладать соответствующей большой компетенцией. Вот, это, мне кажется, интересное направление. Но вопрос стоит, в принципе, неверно. Почему? Потому что вы должны, в первую очередь, спросить себя, что у вас лучше всего получается. То есть вы должны прокачивать свои сильные стороны, выбирать именно специальности, профессию там, в чем вы действительно сильны. Вот. Также, вот, видимо, молодой человек спрашивает, имеет ли смысл получать высшее образование, если я там могу программировать, занимаясь прикладным программированием, получить те же навыки за два месяца, которые я буду получать там пять лет в университете. На самом деле, это не совсем верно. Но, если вы получаете качественное высшее образование, если это там какой-нибудь МГУ, МИФИ, там, не знаю, ФИСТЕХ, то, в общем-то, с этим образованием никакое самообразование и какие-то доморощенные курсы не сравнится. Причем, ну, вот, мои знакомые программисты даже в шутку, ну, шутили на эту тему, говорили о том, что программиста без высшего образования сразу можно вычислить по коду. То есть, действительно, там, ну, просто кругозор другой, не тот. То есть, меньший круг задач способен решать человек без высшего образования. Ну, во всяком случае, опыт показывает, практика показывает, то есть, высшее образование все равно желательно на него потратить, конечно, время. Эта инвестиция бывает не лишней. Но, с другой стороны, я не ручаюсь за все наши вузы, потому что, действительно, бывают такие вузы, в которых, может быть, вы просто тратите время напрасно. Окей. И еще я бы хотел сказать, что если я не отвечаю на какой-то вопрос в этой программе, это значит, что, возможно, я не знаю ответ на него или не являюсь осведомленным просто в данном вопросе. В частности, там, меня Кирилл Фомичев спросил про страхование. Ну, вот, я вообще никак не отношусь к страхованию, ничего про него не знаю. И, в принципе, не могу сказать ничего. Вот. Теперь, я прошу прощения, пересохла немного в горле. Еще один комментарий, кстати, к теме нашей программы, предыдущей программы, где мы говорили про тему многоэтажного строительства, которая, в общем, формирует некое, знаете, социалистическое сознание. Я напомню, ну, не то, что напомню, я скажу для тех, кто не смотрел прошлую передачу. Была там большая статья, вы найдете на YouTube, на моем канале. Там в ссылках к последнему антикризису можно найти описание этой статьи. Вот. Вот. Где видный архитектор утверждает, что сама массовая застройка порождает совковое сознание. И, в конечном счете, вся эта массовая платильная застройка, которой в Европе уже давно нигде нет, она превратится в гетто. Так вот, были справедливо даны мне следующие утверждения, которые, в общем, объясняют, почему в России, ну, я не берусь отвечать за всю Россию, но, во всяком случае, вот то, что мы видим, новое строительство, многоэтажное, это Москва, Московская область, Новая Москва, Петербург, Петербургская область, это гигантские многоэтажные коробки, отвратительные совершенно по, ну, своим потребительским свойствам, именно просто потому, что это давит, давит на психику. Появились люди, которые написали, в общем-то, разумные вещи. Например, для одноэтажной застройки нужна разветвленная сеть дорогах, дорог, о которых в России все известно. Это вот один комментарий. То есть, понятное дело, что для того, чтобы строить одноэтажные, двухэтажные, такие малоэтажные дома, надо охватывать большую площадь, соответственно, придется строить больше дорогой инфраструктуры. Еще один момент. Для многоквартирного дома стоимость коммуникации составляет примерно 7-10 тысяч рублей на квадратный метр, а для частного дома 300-600 тысяч рублей. Вывод, какой здесь можно сделать? Вывод можно сделать такой, что малоэтажное строительство в России будет развиваться только по мере роста благосостояния среднего россиянина, ну, и, возможно, по мере роста, скажем так, среднего класса. Вот, знаете, средний класс и Россия это вообще такие вещи, которые противоречат друг другу. И мы об этом чуть позже поговорим. Как ни странно, есть такой парадокс. То есть, России не выгоден средний класс. А, следовательно, наверное, и не выгодно вот это малоэтажное строительство, которое формирует более свободное, что ли, сознание, да, такое. Поговорим об этом. Тут же, знаете, интересные вещи, казалось бы, ну, никогда бы, ну, раньше я не задумывался о том, что вот даже в Нью-Йорк, да, попадаешь, казалось бы, ну, небоскребы в даунтауне, да, на Манхэттене. Но, если ты идешь по Нью-Йорку, там огромное количество таких небольших трехэтажных, четырехэтажных домиков, да, вот таких как бы частных таких домиков, да, типа дуплексов таких, и я уже не говорю про всю остальную Америку одноэтажную, да, то есть я взял Нью-Йорк как крайний случай многоэтажной застройки. И ты никогда не подумаешь, что демократия и малоэтажность это, в общем-то, в каком-то смысле связанные между собой вещи, а для какого-то более тоталитарного режима с высокой концентрацией власти, наверное, будет более характерна такая вот уплотнительная массовая застройка, где личность размывается в этих многоэтажных муравейниках. Ну, я удалился в философию, давайте дальше продолжим, я потом затрону эту тему и объясню, почему так происходит. Вот. Теперь интересная история, вот у нас новости пришли за прошлую неделю о том, что президент Владимир Путин провел первое за два года заседание президиума экономического совета. Что это такое? Ну, по сути, собрали типа вот самых видных чиновников экономического толка и устроили мозговой штурм на тему, как оживить российскую экономику. Что беспокоит сейчас Путина? очевиден ответ на этот вопрос. Денег, деньги заканчиваются в бюджете, резать надо уже социальные расходы, потому что бюджет сейчас, из бюджета вытекает полтриллиона каждый месяц, и эти полтриллиона надо как-то затыкать. те, кто смотрит давно нашу программу, они уже знают, что бюджет, который сейчас очень раздутый, это слабое место российской экономики, то есть возможность будущей кризис, с которым мы столкнемся, будет связан с тем, что просто у бюджета закончатся деньги, закончатся резервы, и тогда мы почувствуем совершенно иные условия существования в этой стране. Но пока они вдруг зашевелились, я, кстати, не понимаю, почему впервые лишь за два года было проведено это заседание, потому что такие заседания надо было каждую неделю, каждый месяц собирать, потому что понятно, что если у тебя цены на нефть упали, то тебе надо быстро придумывать, что надо менять, чтобы быстро перестроить экономику, сделать ее более эффективной. Вот, но дискуссия вся эта проходила за закрытыми дверьми, все, что стало известно журналистам, это какие-то рассказы тех, кто присутствовал на этом заседании, в частности, Алексей Леонидович Кудрин как раз предлагал некоторые свои идеи, ну вот понятно, что он там выступает за структурные реформы, что он выступает за жесткие непопулярные меры, там за урезание социальных расходов, военных расходов, это вот у них такой довольно большой камень преткновения, почему-то в свое время Кудрин не стал ни министром финансов, ни премьер-министром, потому что Кудрин имеет свое независимое мнение, которое в общем-то не очень нравится с, видимо, Владимиром Владимировичем. Вот. Значит, что Кудрин предлагает? Он предлагает повысить расходы на инфраструктуру и развитие человеческого капитала. То есть, это все такие мероприятия с очень длительным сроком отдачи. В то же время он предлагает уменьшить расходы на субсидии неэффективным и убыточным предприятиям, потому что от многих из них можно отказаться или приватизировать. Почему Путин субсидирует неэффективные и убыточные предприятия? Очень просто, потому что на этих предприятиях работают люди. Если субсидии прекратить, то люди останутся без работы и что с ними делать? То есть, это непростая ситуация. Казалось бы, на самом деле, мы чуть позже об этом как раз поговорим, потому что вот в этой книге как раз либеральные экономисты критикуют российские власти за то, что они в период кризиса 2008 года не дали неэффективным предприятиям упасть. Ну, на самом деле, это тоже, вы знаете, такая огульная критика, потому что а кто является неэффективным? Кому помочь, а кому нет? Как это определить? Потому что если бы не помогли тогда всем, то половина российских компаний вообще просто бы развалились, и их бы сейчас не существовало. А так, по крайней мере, продолжает работать там, я не знаю, АвтоВАЗ, продолжает работать РусАЛ. вроде как экономика выстояла, да, компания там накопили долги, да, они остались неэффективными, но у них появился шанс перестроиться, стать более эффективными. Потому что вот либеральные экономисты, вроде Сергея Гуриева, они начитались учебников о том, что Шумпетер, вот Йозеф Шумпетер все время сказал, написал им в учебниках, что для эффективного роста экономики должно происходить созидательное разрушение. Это значит, что надо взять и уничтожить. Неэффективное, да, на его развалинах чудом каким-то нарисуется более эффективное. А по факту, что мы имеем? Более эффективное это то, что за рубежом происходит, да, то есть у нас все разрушится, а мы будем на нефтедоходы, да, покупать то эффективное, что было построено на Западе с их более эффективной моделью управления. Вот, все-таки сбежал вперед, да, к этой книге обратился. Вот, ну, собственно, мы уже вплотную практически подошли как раз к этому вопросу. Кудрин, кстати, вот признал после экономического этого совета, что сокращение расходов бюджета и так уже на пределе, сокращать там уже некуда, порезаны все инвестиционные расходы, причем сильно осталось только резать социальные и военные расходы. Ну, ссылку на эту статью я размещу под видео на Ютубе, в описании, там посмотрите, сами почитаете, там, в принципе, много воды, но так для общего ознакомления. Вот, еще раз, чудом купил вот эту книгу, называется «Россия после кризиса», Сергей Гуриев, который все время, так сказать, «Слинял из России», один из авторов этой книги. Окей, значит, на самом деле, я не совсем, конечно, согласен, но, что пишет, так сказать, что пишет, в частности, Сергей Гуриев, ну, есть и здравые идеи, давайте я постараюсь их озвучить. Кстати, они очень интересные, опять-таки, да, я стараюсь в этой программе затрагивать какие-то вещи, которые лежат не на поверхности, а которые, в общем-то, лежат где-то, скажем так, за стенкой, да, которых не видно, в тени они остаются. Смотрите, вот есть такая фраза, да, «Россия проклятая страна», ресурсное проклятие. Отчасти это действительно так, потому что есть для этого логическое обоснование. Смотрите, в чем оно заключается. В стране, которая богата природными ресурсами, очень мало стимулов для того, чтобы осуществить эффективное преобразование. Почему так происходит? Потому что группа лиц, которые приходят к власти, они озадачены слишком сильно вопросами дележа природной ренты, вопросами собственного обогащения, да, и совершенно их не волнует, у них нет никаких стимулов осуществлять какие-то радикальные преобразования, которые могут в то же время подорвать их положение во власть, понимаете, да, то есть в чем логика? Нет стимула для преобразований. Почему? Потому что всегда они оценивают риск и прибыль для себя, лично, персонально. Соответственно, если они чувствуют, что кресло, на котором они сидят, твердое, если почва под ногами прочная, то зачем что-то менять? Если вы ударяетесь в агрессивное реформирование, которое является, может быть, ну, по логике, да, основой всех эффективных преобразований, потому что для того, чтобы преобразить себя, надо выйти из зоны комфорта, так вот из зоны комфорта нету выходить стимула никакого, да, то есть пока, как известно, жареный петух не укусит. Вот, ну, пример, да, возьмем, допустим, в правительстве сидят 100 человек, и вы задаете вопрос, ну, давайте, что, попилим между собой ярд, или забудем реформы, в результате которых, может быть, половина из вас потеряет, там, через два года свои рабочие места. что будут люди делать? Ну, вот представьте, вы в правительстве, вам прям вот живые деньги предлагают попилить, прямо здесь и сейчас, которые вы возьмете, потратите, будете спокойно делать вид, что вы работаете, сидите в каком-то власти, я, кстати, даже не хочу, на самом деле, не бросать тень на российское правительство, потому что, на самом деле, сейчас я вижу много светлых, так сказать, эффективных умов в нашем правительстве, и, может быть, даже правительство здесь неуместное слово, вот, ну, просто будем условно говорить власть, да, вот, соответственно, сама модель так устроена, ресурсные страны, да, в том, что стимулы для преобразований очень мало, вот, для того, чтобы провести реформы, я напомню, что главный вывод всех наших антикризисных программ за последний год заключается в том, что у России имеется гигантский потенциал, связанный, прежде всего, с повышением эффективности государственного управления, вот, но для того, чтобы повысить эту эффективность, надо, как-то, существенно преобразить состав этой власти, видимо, да, ну, я не имею в виду, опять-таки, правительство, да, потому что власть, она разная, она многоуровневая, и ее можно, может быть, где-то сократить, может быть, где-то подрезать, но власть же это еще и, там, я не знаю, муниципалитеты, мэрия и так далее, то есть власть на местах, и там тоже далеко не все эффективно, вот, так вот, еще одна очень важная идея, для того, чтобы появился стимул проводить реформы, у нас есть для этого два триггера, первый, кто, кто может снизу подталкивать эти реформы, либо, если в стране появляется больше крупных, частных, собственников, они могут появиться только в результате большой приватизации, то есть, приватизировать Газпром, приватизировать Роснефть, приватизировать энергосистему, и тогда большие компании, если они будут частными, они будут эффективными, как это, в общем, на Западе, да, то они будут подталкивать власть к реформированию, к более эффективному взаимодействию, и второй момент, это широкое развитие малого бизнеса, то есть, вот такая идея, чтобы власть становилась более эффективной, должно быть два стимула, либо большой частный бизнес, либо большой, много мелкого бизнеса, частного бизнеса, вот, и, соответственно, вот эти две категории участников имеют огромный стимул для того, чтобы государство было более эффективно. В нашей стране как бы все наоборот, малый бизнес не в почете, он, конечно, развивается потихонечку, но, судя по всему, недостаточно быстро, и весь крупный бизнес, он сейчас только, вся последняя тенденция, да, он укрупняется и сосредотачивается в руках около государственных структур и людей. Почему? Потому что только у них есть ресурсы на эту аккумуляцию. Вот. Ну, с учетом того, что мы везде видим внешнего врага, шансов на то, что придут какие-то западные, эффективные собственники, которые будут в том числе пытаться создавать более эффективную власть, тоже здесь нет. Потому что власть в попытке сменить себя, пускай даже какими-то, ну, логичными аргументами, она видит в этом угрозу национальной безопасности, да, и внешнего врага. В чем еще печаль состоит, да? Печаль состоит в том, что население, в общем, тоже заслуживает, в общем, эту порочную неэффективную модель власти. В каком смысле? Сейчас я приведу два аргумента. Ну, во-первых, большинство населения предпочитает идею перераспределения доходов, нежели идею развития частного предпринимательства. То есть, ну, понятное дело, тяжелое наследие у нашей страны, и совковый менталитет, он, конечно, не у всех, далеко не у всех, но у большинства, к сожалению, остался, То есть, большинство людей, как вот эта наивная пенсионерка, да? Ну, пенсионерка-то, это понятно, да? Окей, не будем пенсионеров трогать, потому что пенсионеры, они, ну, в любом случае, живут за счет транспорта. Но, когда работоспособные люди ждут, когда им увеличат получку, увеличат зарплату, да? Ну, это немножко неправильно, потому что все-таки взрослый работающий человек должен понимать, что он контролирует свою жизнь и что он может предпринять действия, которые увеличат его доходы, а не надеяться на то, что кто-то возьмет и там что увеличит. Вот. Это первый аргумент. Второй аргумент заключается в том, что лишь 20% верят, что для достижения россиян, лишь 20% верят, что для достижения богатства необходимы личные таланты. То есть, большинство людей уверяют, что благосостояние можно увеличить лишь следствием криминальной деятельности и наличия политических связей. Вот, собственно, таково состояние нашего общества. Вот. Ну, какой здесь вывод можно сделать? Ну, да, действительно, какой-то замкнутый круг присутствует. Да, есть какая-то порочная взаимосвязь, власть вроде как не имеет стимула себя реформировать. Но вот, к сожалению, выхода пока не видно. Надежда на, знаете, вяло текущую эволюцию, которая вот вроде как на наших глазах происходит. Действительно, происходит постепенное реформирование, но с другой стороны мы видим, что все меньше и меньше крупных частных собственников становится. И пока не видно особо, чтобы мало предпринимательства как-то развелось. оно идет как-то потихонечку, но в очень таких потребительских маленьких историях. Окей. Ну, что мы дальше имеем? Что мы дальше имеем? А, я хотел вот что сказать, да, что сейчас Россия стоит по нашей некой гипотетической модели, назовем ее так, либеральной экономической гипотезы, да, что Россия стоит перед выбором. Либо провести реформы, которые, может быть, в перспективе 5-10 лет направят нашу экономику на кривую какого-то эффективного последовательного роста, или в отсутствии энергичных реформ нас ждет вот такой брежневский застой, который, в общем-то, уже начался, и который может продлиться еще лет 10-15 и кончится совершенно непредсказуемым крахом, как это произошло с падением СССР. То есть, это наша либеральная экономическая гипотеза, да, соответственно, почему мы говорим о необходимости вот этих реформ, на которые нету стимула у российской власти, потому что это все имеет под собой непредсказуемые последствия на длительном интервале. Знаете, еще один маленький тезис я озвучил, который мне импонирует, в общем-то, Гуриев озвучил тоже, да, призыв на военную службу это, по сути, налог на бедных де-факто, понимаете, да, то есть, вот эта воинская обязанность это налог на бедных. Почему? Потому что в крупных городах выскообеспеченные молодые люди, как правило, на военную службу не являются, то есть, по тем или иным причинам. В основном, потому что они могут себе позволить как-то откосить. Мало имущие, живущие в регионах, идут на военную службу, да, а что это по сути такое? Это по сути человек на два года выпадает из доходов семьи. Соответственно, по сути, это налог, получается, да, и налог на малоимущих. Вот такая интересная точка зрения, я с ней согласен, это действительно какая-то такая неправильная вещь, которую тоже в конце концов надо менять, конечно, менять. Конечно, очевидным решением здесь видится именно введение, так сказать, контрактной службы, замена вот этой обязанности, да, контрактам, но, с другой стороны, можно было бы ввести честный единый налог, да, на всех тех, кто откашивает, те платят, там, я не знаю, 500 тысяч рублей, например, да, и не служат. Вполне было бы честно, потому что эти бы деньги пошли на удовольствие тем, кто служить хочет. В каких-то странах, наверное, такое даже применяется. Окей, давайте еще одна неблагодарная тема. Медведев, скажем так, облажался в Крыму. Ну, честно говоря, все, как все из вас, наверное, уже видели этот ролик, где Медведев сказал, что сейчас нет денег, вы держитесь здесь, всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья. Да, знаете, что, мне вот показалось, что Медведев выглядело в этой ситуации так, как будто его прищемило. То есть выглядело так, как будто вот его достали из теплой, пенной, фарфоровой ванны, где он лежал, парился, хорошо, играла классическая музыка. Представляете, ванна вся в золоте, да, и вдруг, хоп, Крым, пенсионерка. И вот он так сжался весь и хотел побыстрее закрыть глаза и убежать из этого кошмара. Вот. Во всяком случае, у меня такое впечатление, да, метафора такая сложилась, да, такое впечатление было, потому что, ну, нормальный человек бы так подозвал пенсионерку, к себе сказал, ну, дайте бабушке пройти, поговорил бы с ней по-человечески, да, на метах. Честно говоря, Медведеву я не завидую. Почему? Потому что я не знаю, как можно было выкрутиться из этой ситуации, потому что какая-то пенсионерка там кричит что-то, да, и что, вот тоже так кричать через толпу этой охраны, свиты, объяснять, почему пенсию повысить нельзя. Ну, да, действительно, денег нет, он же не соврал, мы с вами в этой передаче уже давно говорим о том, что денег в бюджете нет. Он кудренно говорит, что осталось еще даже резать социальные расходы. Вот, какие там индексации, ну, не просто все, да, то есть, но есть один маленький курьез. Ну, вот, новости, например, Газпром нанимает румынского тренера в Зенит за 7 миллионов долларов в год. Ну, на мой взгляд, в условиях, когда бюджет России теряет такие бабки, а Газпром, между прочим, должен платить дивиденды и пополнять бюджет дивидендов, да, а Газпром нанимает румынского тренера за 7 миллионов долларов. Почему не взять российского тренера за 7 миллионов рублей в год? И понятное дело, что 7 миллионов долларов в год на тренера это верхушка айсберга, который там тратится. Тут же, так сказать, небезызвестный Навальный пишет на своем сайте, не помню, как называется, про коррупцию в сайте, да, про Роллс-Ройс Фантом, который якобы связан с семьей вице-премьера Шувалова, который стоит 40 миллионов рублей, ну, вот, он там попал просто в эти в камеры, в штрафы, да, по номеру совпадает с Роллс-Ройсом, который записан о Заречье-4, это такая оошка, которая держит какую-то недвижимость приближающую семье Шувалова за МКАДом, это вот, знаете, есть такой парк Мещерский, вот там вот как раз такой домик есть, участочек несколько гектаров, там как раз особнячок Шувалова находится, вот, и Навальный возмущается, что а что это они ездят на машине за 40 миллионов рублей, когда тут пенсионерка 8 тысяч, и даже приводит цифру, что вот за стоимость этого Роллс-Ройса можно было 400 пенсионеров год кормить, вы знаете, к сожалению, вот я не понимаю, не все, наверное, так просто в этой жизни устроено, что поделать, если у Шувалова много денег, откуда, не будем спрашивать, откуда, просто взять, забрать эти деньги у Шувалова и отдать пенсионерам, то это уже будет Великая Октябрьская революция. С другой стороны, вопрос, да, почему, ну, как себе Шувалов и его семья чиновник может позволить взять и позволить, понимаю, там, Тейков, да, купил себе Роллс-Ройс, заработал мужик, молодец, но Шувалов, чиновник, как только вот глупости хватает, взять и купить Роллс-Ройс за 40 миллионов, чтобы на показ, но с другой стороны, вы поставьте себя на место этих людей. У вас очень много денег, ну, допустим, миллиард рублей, и в какой-то момент времени вы, в отличие от этих небогатых, скажем так, людей, поняли, что счастье-то не в деньгах, и вы уже не можете за день купить себе какую-то радость, но вот зато есть Роллс-Ройс, Роллс-Ройс, такая классная машина, да, стоит дорого, но, а зачем мне деньги тогда, если не Роллс-Ройс их тратить, потому что только когда ведь мы тратим деньги, мы вспоминаем, что они у нас есть, вот, ну, соответственно, логика, наверное, такая, ты радуешь себя дорогими игрушками, в том числе, может быть, чтобы и чувствовать, что это не хуже, чем другие, у которых эти игрушки уже есть, вот, про чиновников, два слова, видео будет внизу, под этим, в описании, под этим видео, на ютубе, видео называется Россию спасет черчение горячая пятерка заявлений кандидатов единой России, 500 тысяч просмотров на ютубе, вы знаете, ну, вот, в числе прочих, это кандидаты, видимо, в партию Единая Россия по Екатеринбургу, в числе прочих, там, отвечают на вопросы Юлия Михалкова, это, я даже не знаю, как ее представить, я не знаю, кто это, ну, это какая-то барышня, снимки, нескромные снимки, которые вы можете найти в интернете, просто погуглив имя Юлия Михалкова, и вот, кроме нее, там выступает ряд кандидатов, которые несут, ну, какую-то несусветную чушь, сразу видно, что люди малообразованные, низкокачественные, говорят плохо, почему плохо говорят, потому что у них каша в голове, то есть, и самое удивительное, что такие люди рвутся во власть, рвутся в партию, знаете, это как раз вот, к теме, которую мы сверху обсуждали, да, что, ну, что такие люди могут поделать, оказавшись у кормушки, у руля перераспределения природной ренты, ну, вряд ли морально-этические качества этих людей позволят им совершить, интеллектуальные качества, конечно, совершить какие-то прорывные реформы, которые выведут нашу страну на совершенно новый уровень конкурентоспособности. феноменальная, конечно, цитата Юлии Михалковой. Вам нравится, как я выгляжусь, он говорит, она. Вам нравится, как выглядят мои подруги? Они умеют за собой следить, и я умею за собой следить. А если я за собой могу последить, то я могу следить и за городом, за областью, и за страной. Вот такая вот логика. Я, к сожалению, не успел рассмотреть в этой программе темы недвижимости, будучи скованным 45-минутным форматом, но я думаю, мы их откажем на следующий раз, и банковскую тему я также не успел рассмотреть. Это был Антикризис, с вами был Тимофей Мартынов. Лайкайте, комментируйте. До новых встреч, до свидания.